привет всем ну вот вышел немножко пройдись по уфе конечно сейчас время такое не самое выигрышное для любого города по крайней мере в россии точно пока еще беленький снег ставил зелененькая листва не появилась поэтому в основном все такое серенькое и пыльненькое вот но пройдем все равно как есть так есть как говорится а что это за город там на горе это это эфир ну вот идем не знаю куда но есть ощущение что надо идти туда посмотрим надел на себя все что у есть из одежды буду надеяться что не замерзли я знаю этого мужчину с пакетом даниил идет или не даниил его нет точно я знаю этого человека да ой 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 что купил нет пополняем истощившиеся запас понятно нам стать очень классно передавали питере по моему молодой человек передал по огромной банке каждому башкирского меда очень хорошая прямо очень хорошие дом печати вот уже летний вид транспорта на улицу выкатили видны государственные общественные деятели публицист вот так вот молодец молодец шагит ахметович улица называется 50 лет октября из чего мы можем сделать вывод что в шестьдесят седьмом году была эта улица проложена скорее всего что вот эти ели на той стороне вот их шестьдесят седьмом году и посадили вот эти липки тоже тоже посадили тяжело им конечно в городе быть долгожителями деревьям но ничего держится пока вроде растут вот откуда даниил то шел с пакетиком рынок мятненько что нам дальше делать я прямо как богатырь перед камнем куда идти туда 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 а улица ленина вон туда стрелки улица ленина это наш путь наверно на нам и точно ничего интересного не увидим на рынок не пойдем зеленый человечек ура разрешил нам переходить дорогу вот интересно обратила внимание первые этажи вот все прямо в маленьких магазинчиках у нас в екатеринбурге ну практически и уже очень мало осталось потому что большие торговые центры их вытеснили придушили так скажем пока здесь прямо есть и достаточно много с обоих сторон с обеих сторон правильный аромат все таки так 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 пусть и на улице ленина не сильно вот пока отличается внешне от улицы 50 лет октября но видимо я где-то на на окраине улицы ленина нахожусь да видимо да ладно идем пока идем все запутали меня окончательно я шел была стрелка повернуть на улице ленина оказывается это улица революционная внизу написано богородская вот и понимаю как хочешь ладно нам по большому счету без разницы можем и по революционной можем и по богородской пойти вот она улица ленин вот она и что куда мне направить свои стопы стопы мои стопы ну ладно вот это старое здание тоже вроде даже не знаю сейчас выйду на дорогу и посмотрю визуально там центр точно сейчас проверю кстати вот тут прямо березовая роща березовая роща да сейчас вот уже прошел не снял я таких же симпатичные ларечки павильончики для кофе там для шаурмы прямо очень красиво сделано вот такая аллейка распустится будет красиво пиво увидел хорошую кофемашину решил взять с собой не скучно было гулять небольшой ресторанчик итальянский ну неплохо предчувствия меня не обманули хорошо есть конечно вот вкус бумажных стаканчиков появляется но зато несешь с собой нормально бумага как говорится не самый плохой вкус какие встречаются нам в жизни так что идем дальше что мы видим мы видим музей истории города Уфы очень хорошо очень хорошо мы видим что зеленый человечек переходим улицу Достоевского вообще интересно что с каждым городом есть ведь какие-то воспоминания вот с Уфой у меня вот сейчас я думаю какие у меня три самых ярких воспоминания ну первое это конечно съемки двух клипов на песню ой-ё и на песню пусть все будет так как ты захочешь 17 лет да друг наш муха царство ему небесное с ним сам он из Уфы и снимали здесь в Уфе и по тем временам это было очень хорошо второе значит на каком после какого-то большого сборного концерта нас катали на пароходике по реке Белая и в компании был еще Саша Малинин и в какой-то момент ну что-то так начали вспоминать истории разные все и значит кто кто он у нас там граф князь там Малинин гусар красавчик и друг в какой-то момент он откровенчился и в такой порыве в страсти говорит а вот я когда вот когда я панковал и тут мы прямо чуть за борт не упали потому что представить себе панкующего Александра Малинина это было очень сложно да вот ну романс он пел тоже там на пароходе мне не нравится как он поет романсы почему мне все-таки кажется что романсы это такая абсолютно интимная музыка 19 века и соответственно исполняться должны очень интимно а он их орет прямо орет вот я не думаю что в отношениях в интимных вот это вот громко выражать свои чувства это правильный подход вот это вторая история а третья история а это девяносто второй год лето мы приехали естественно с концертом первая гастроль почти Ильи Спирина в качестве директора он купил себе пейджер самый шик по тому времени и мы идем в какую-то столовую поесть из какой-то из какого-то общежития и за нами увязывается целая ватага мальчишек уфимских и они бегут вот по каком-то полю мы идем они бегут за нами по пустырю и кричат смотрите у дяденьки пейджер пейджер у дяденьки они бегут за нами пальцем показывают а у Люхи на поясе значит пейджер прицеп ну это место я уже конечно знаю в этом отеле мы жили много-много раз и здесь тоже играли в этом зале вот это уже прямо да это я уже узнаю это я узнаю аааа как мы в этом отеле весело проводили время с Игорем Ивановичем Сукачевым ой 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 это вот из той серии как говорится вспомнить есть что детям рассказать нечего хорошая афиша такая национальный симфонический оркестр рамс фортепианный концерт с оркестром и что-то в какой-то момент мне хотелось сказать брат Шуберт куда ж ты столько нот-то наворотил то есть так там полоскала девушка пианистка ну на записи естественно такое количество нот я думаю ну прямо перебор какой-то перебор потому что на второй стороне этой пластинки был лист и тоже фортепианный концерт и вот лист ведь тоже виртуозный пианист был и очень сложная так скажем партитуры фортепианная но как-то вот понятнее мне было вот и ритмически и мелодически но это я так что-то вот повыделывался да дал интеллигонта из Свердловска самому смешно такой приятный мужчина сейчас подошел вот в красных спортивных штанишечках и в шапочке да ну сфотографироваться понятно какие-то и хорошие слова сейчас сказал спасибо вам говорится спасибо вашим маме и папе за то что вы у нас есть это было приятно я думаю и маме и папе стало тоже приятно в данный момент наверняка и приятно было что он сказал я очень поддерживаю вашу позицию скажем по происходящему в мире это тоже было приятно ну что ребята вот тут вот у памятника Ильичу я наверное остановлю съемку и свою прогулку тоже часик мы погуляли мы обычно вон там вот жили в той гостинице вдалеке соответственно вот здесь вот впереди такой целый комплекс гостиный двор всевозможное магазины бутики ресторан и кафе такое достаточно тусовочное место и мне кажется что я два-три года назад снимал вот именно с этого места прогулку вот скажем окрестности вот этого района поэтому если вам показалось мало вы можете в интернете где-то поискать и найти и у вас будет продолжение или как наоборот приквелов приквелов ну что так ребята погулять хорошо часочек но вполне достаточно пойду или поеду на такси в отель обед там уже на саундчек и увидимся вечером на концерте угу Продолжение следует...